вся история наших проблем с веками заключается в том что эффективных кремов для век крайне мало я даже вам боюсь показывать сколько я протестировала это даже неприлично и наконец-то я нашла два крема которые реально работают но я не могу вам не напомнить о правилах ухода которые помогают поддерживать состояние кожи век в приличном состоянии это вам поможет действительно у вас должно быть неисушающая кожу очищения это важный этап правда поэтому не покупайте обо что в супермаркете обзаведитесь хорошей ухаживающей пенкой или гелем что касается тонера он должен быть увлажняющим даже если у вас жирная кожа любой из нас необходимо увлажнение иначе что мелкие морщинки на веках именуемые гусиными лапками и так ваш тонер должен быть легким увлажняющим то есть легко впитываться но кожа после нанесения обязана ощущать влагу далее сыворотка и она также должна быть увлажняющая но здесь плюсом еще и пептиды и все это великолепие мы наносим на кожу вокруг глаз и на эту базу прекрасно ляжет ваш крем для век именно в такой последовательности все и должно происходить в процессе нанесения не спешите наносите все вдумчиво с удовольствием ну и давайте про кремы для век проблема в том что больше их часть не содержит ничего что может принципиально улучшить зрелую кожу меня поражают громкие заявления продавцов о том что вот крем оказывает лифтинг эффект потому что в большинстве случаев даже я бы сказала это составляет 90 процентов ничего в этих кремах что могло бы оказать какой-то омолаживающий эффект нет я постоянно занимаюсь тем что по вашей просьбе смотрю составы каких-то средств и вот кремы для век это да и кремы для лица это такая критическая история господи действительно какие громкие заявления а по факту пустышка они даже не увлажняют как следует дело в том что любой крем для взрослой кожи обязан содержать пептиды но есть еще одно условие текстура его должна быть таковой чтобы он держался на коже весь день до конца дня не впитывался до конца но и не съезжал то есть должен быть цепким держался там где вы его нанесли и у вас не должно быть дискомфорта то есть проводите по коже он не как знаете масло туда сюда ходит он просто присутствует здесь и вы чувствуете увлажнение и так я сегодня вам покажу два крема для век с наилучшим составом и поведением на коже и они дают эффект я все это проверила на себе а в конце я покажу еще одни новые патчи также с очень мощным разглаживающим эффектом но они еще и осветляют в конце года я всегда показываю вам мое самое любимое и в этом году я познакомилась брендом без скин это идеальный корейский состав чистый и эффективный сегодня напомню вам про крем для век с витамином c и внимание с пептидами и его можно наносить на любые участки лица особенно если у вас где-то есть пигментация потому что он обладает хорошим осветляющим действием также у него легкая текстура и можно наносить после тонера далее дождаться впитывания далее идет сыворотка и дневной крем то есть он вашему основному уходу никак не помешает также можете применять на ночь ничем не закрывая под глазами будет осветлять увидите эффект довольно скоро и пахнет приятно витаминками также если вам нужно освежить кожу почистить все что накопилось в порах попробуйте вот эту пузырьковую маску за счет мелких пузырьков все что есть составе глубоко проникает в кожу это помогает добиться качественного очищения в составе есть также зеленый чай лаврушка и календула это даст и успокаивающий эффект и снизит выработку себума наносим на чистую сухую кожу держим массируем и смываем применяем два раза при хронической проблеме черных точек всем остальным либо один раз в неделю либо действуйте исходя из потребностей также не могу не показать вам легкий по текстуре солнцезащитный крем к сожалению ну не к сожалению а у меня его отобрала моя соседка подросток с проблемной кожей ну что поделать я не могу отказать и хочу быть полезной также и для своих близких он содержит кору цилонской корицы контролирует выработку кожного себума поэтому подходит для комби и для жирной снимает кожные воспаления также в составе есть экстракт водяной мяты она обеспечивает антибактериальное и конечно охлаждающее действие защита представлена в виде современного химического фильтра это позволяет сделать крем легким и надежным и можно наносить на голую кожу под основной уход а можно последним этапом утренней рутины защищать кожу необходимо чтобы не заработать пигментацию ведь мы почти все применяем кислоты и ретинол ну и крем для лица без преувеличения могу сказать он лучший для комби жирной кожи что я знаю а я знаю очень много состав просто максимально антивозрастной активный богатейший здесь и кислоты и ретинил пальмитат и пептиды и неоцинамид еще много всего при этом он не жирный но обладает определенной степенью питания то есть он не гель а все-таки крем и у бренда есть также другие средства они все замечательные я часто показываю их и на ютюбе и своем телеграм а ссылки на то что я сегодня вам презентовала вы по традиции найдете в описании и сейчас на них очень хорошая скидка ну и давайте уже приступать первый крем выглядит вот так это регенерирующий крем с муцином улитки от медипил его формула является идеальной для ухода за сухой взрослой кожей именно такой состав я люблю больше всего так как вижу результат но и с учетом того что кожа в век большинстве случаев суше чем все остальное на нашем лице он подойдет всем и так что же он содержит это коллаген пептиды и муцин улитки это просто отлично само по себе но крем еще усилен дополнительной группой пептидов хотя в муцине он есть это мощнейший три пептид меди также плюсом золото оно не считается активным антиэйдж но хорошо проявляет себя на взрослой коже помогает всем другим компонентам проникнуть глубже и немного осветляет еще хочу обратить ваше внимание на то как бренд подошел к вопросу увлажнения обычно продавцы косметики размахивают гиалуроновой кислотой а здесь помимо гиалуроновой кислоты есть еще и церамиды и эластин и в нации с коллагеном это отличное увлажнение а гиалуроновая кислота также представлена но аж в семи видах как вам состав мощный показываю как его правильно наносить лучше всего делайте это пока ваш предыдущий уход не впитался выдавливаем колбаску длиной где-то в пол сантиметра если не хватит добавите и вот такими массирующими движениями распределяем возле носа также прорабатывайте так как у некоторых из нас в этой зоне также имеются морщинки никакой сложности в нанесении нет он совсем слегка липковат я этого даже не замечаю очень комфортный но если у вас дело совсем швах кожа сухая дряблая то попробуйте самую тяжелую артиллерию это укрепляющий крем для век со стволовыми клетками от медипил кто-то скажет опять медипил он вам что приплачивает ну во первых какое-то имеет значение какой бренд для нас главное качество не так ли ну и ответ на последний вопрос во вторых я была бы не против но нет и так крем и сам антивозрастной линейки которая существует на данный момент я имею ввиду не только в бренде медипил содержит огромную вязанку пептидов но еще и стволовые клетки яд гадюки шучу шучу пептид змеиного яда всегда лабораторно синтезирован так что ни одна гадюка не пострадала за доплату могу устроить алкоголь наркотики женщин шучу только женщин снова шучу да она не очень приятно опасно но мы с вами не садисты и это хорошо побережем гадючек про стволовые клетки есть такой удивительный цветок эдельвейс он прекрасен во всех отношениях он красив и его стволовые клетки направлены на стимуляцию аквапаринов которые являются водными каналами в клеточных мембранах то есть обеспечивают идеальный баланс увлажнения кожи а также восстанавливают защитные функции и препятствуют потери влаги также для меня новым оказался такой компонент как экстракт коры магнолии утверждается что он замедляет разрушение коллагеновых и лосиновых волокон сохраняет тем самым упругость ткани и их плотность не знаю так ли это но крем работает напоминает вот этот но он сложный в нанесении и не все с ним подружились к сожалению здесь питание намного больше и он намного легче распределяется несравнимо легче я рекомендую делать это следующим образом выдавливаем уверенную порцию и аккуратно медленно также обязательно по влажной коже его распределяем он дает очень правильное питание и держится прекрасно и так оба крема великолепный но второй больше подойдет для действительно сухой кожи а первый универсален на верхнее веко также наносите непременно но без этого просто никак удачи нам не видать потому что кожа здесь настолько тонкая при условии что мы еще наносим частенько тени и если игнорируем увлажнение если недостаточно хорошо прорабатываем своими тонерами сыворотками то конечно вот это вот место страдает будь здоров поэтому обязательно наносите на него крем близко к ресничному краю не подходите но все остальное прорабатывайте как следует и распределяйте пока не впитается чтобы у вас ничего не стекало и после того как с веками закончили наносим уже спокойненько дневной крем почему именно такая последовательность чтобы кремы для век были ближе к коже и все полезное в них максимально впиталось теперь я думаю вы достигнете результата точно но когда я говорю про кремы для век я не могу не упомянуть патчи они помогают справиться и с дряблостью и с морщинами а косметологам которые их дискредитируют не верьте они сами между прочим регулярно подкалывают себе веки как с добрым утром а нам рассказывают что без патчи можно справиться или еще чего хуже от них какой-то вред я уже устала с этим бороться я их применяю в течение многих лет выбирая с хорошим составом и никакого фаталити как говорится у меня нет колоть также потребности кстати нет а вот косметологи хотят чтобы мы кололись постоянно поэтому и возводят напрасну на патчи ну что ж я им сочувствую конечно потому что да домашний уход стал настолько эффективным что потребность посещать косметический салон стала просто мизерной а то и вообще отпала я например только колю губы потому что увеличить объем в этой зоне иначе никак а больше ничего не делаю итак я покажу вам сегодня новые классные патчи осветляющие с витамином c они похожи вот на эти от джейджу но в отличие от них не сползают и сердце не течет и несмотря на высокое содержание витамина c не раздражают даже чувствительную кожу витамин c здесь представлен богато в виде экстракта танжерина это разновидность мандарина с очень мощным витаминным составом также присутствуют масла лимона апельсина и бергамота ну и сам аскорбил глюкозит это стабильная жирорастворимая форма витамина c которая проникает в роговой слой эффективно борется как с окислением ставим знак равно со старением и еще и осветляет мощная увлажняющая группа в виде различных форм гиалуроновой кислоты плюс сахароза ну и от отечности конечно же водоросли а также еще один очень хороший компонент это ирландский мох у бренда миша есть целая линейка с ним во главе формулы она очень классная кстати но здесь за осветление еще отвечает неоцинамид и арбутин который считается безопасной версией гидрохинона но этот товарищ я имею ввиду гидрохинон является нежелательным связи со своей канцерогенностью арбутин совершенно безопасен у патчи при этом интересная структура пластины такая сетчатая и между прочим это помогает им лучше сцепляться с кожей и в перспективе они должны осветлять но что мы видим сразу это разглаживание и напитывание кожи держите их в холодильнике тогда противотечный эффект водорослей будет усиливаться а так наносим выдерживаем минут 15-20 и готово ну все я отчиталась мне кажется после этого видео вы сможете значительно улучшить наконец ситуацию под глазами ну а я исследую мир косметики и косметологических технологий дальше так что со мной не соскучитесь и я желаю вам успехов в деле достижения красивой прям идеальной кожи всех по традиции целую и до скорых новых встреч а